Четыре часа и мы продолжаем вам умно вещать и открывать новые горизонты возможностей и стартапов. И сегодня у нас девайс для тех, кто любит работать лёжа. Разумный ременец для обычных годинников. Где и каким образом искать инвесторов для своего стартапа, об этом мы говорим с нашим гостем. Олександр Лябах, основник стартапу Чекио. Это онлайн-гра, в которой программисты из всего мира борются между собой, а новички учатся кодированию. Проект был запущен в 2011 году и уже получил 750 тысяч долларов инвестиций. Привет еще раз тебе. Олександр, расскажите, пожалуйста, творческие люди могут включаться в игру? Да. У нас есть даже задачи, где тебе не нужно программировать, но нужно сделать какую-нибудь такую прикольную штуку, но и с использованием кода, и красивую. Допустим, я как программист, я воспринимаю код как кусочек искусства. То есть и смотрю на него как на искусство. Поэтому тоже рисование кодом тоже можно сказать. Рисование кода. Коды, некрасивые коды. Да, да, да. То есть петь в программке нельзя, очки не засчитываются за вокальность способностей. А это хорошая идея, я подумаю. Ну вот я рада, что я подсказала, была хоть полезна здесь вам ваша беззвездка. Я знаю, что четыре года назад вы открыли, запустили проект, сейчас того часу изменилось. Какая эволюция проекта прошла? На самом деле, еще четыре года назад он не планировался как просто игра. Это был как обмен опытом просто между программистами. И проверялась эта идея. Но потом в процессе развития продукта понимали, что геймификация завоевывает мир. Все смотрят на игры и, в общем-то, так мы хотели еще больше открыть эту игру для программистов, для мира. И так, в общем-то, по пути геймификации игры мы идем. То есть ты так считаешь, что в будущем навчание будет проходить в игровой манере? Я знаю, что в будущем образование 100% изменится, но игра будет играть не последнюю роль. Слушай, Саша, это правда, что действительно проект еще и помогает искать работодателей? И каким образом это происходит? На самом деле, это интересная новость была для нас, что я общаюсь с пользователями, знаю, откуда вы узнали о нас. Многие говорят, что я узнал о вас, один программист, которого я нанял, включил свой профиль в портфолио свое. То есть он когда давал портфолио, а вот мой профиль на чеке, у меня там 18 уровень, вот мои решения. И это действительно помогает людям. Я говорю, и взяли на работу, он, конечно, взял. Можно, например, я у Чикио прийшел там до уровня номер 10? Чи можно это как-то уже монетизировать гравцю? Над монетизацией мы еще не работаем сейчас. И даже над властной? Даже над властной. То есть у нас есть сейчас наша цель в продукте, это сделать ее максимально интересной, увеличить количество пользователей, рост базы, как бы вовлеченность пользователя. Над монетизацией будем думать. То есть инвестиции у вас еще не завершились и вы все продолжаете вкладывать? Да, наша цель на этот раунд. А сколько уже вкладывали, если не секрет? 750 тысяч долларов. Ничего себе! Это приходилось как-то одолжить. А это инвесторы, а больше особистые деньги? Это инвестиционные. А как удалось как раз отримать инвестиции? Что нужно сделать с инвестором, чтобы он поверил задумку в проект? Это такой вопрос, который мне всегда задают, я не знаю. Ты постоянно их долбываешь. Вот первый параметр, нужно с ним особисто встретиться. Обязательно. А ты это лично самостоятельно делал? Нет, с партнерами. С партнерами. Другий пункт. Потребно приносить портфолио? Портфолио свое, то, что ты уже сделал, да. То есть тебе смотрят на то, кто ты, кто твоя команда, чем ты занимаешься, какой твой уровень экспертизы. Например, если бы не было команды, не было людей, то одному человеку вряд ли. Это большой риск для инвесторов отдавать. В будущем программером, который сейчас находится просто перед экраном нашего телеприимателя, то, что ты можешь порадить, как быстро научиться программированию за помощью чекио. Пробуйте. Смотрите, как решают другие пользователи. И я думаю, очень легко. Просто не запонятайся, просто спробуй. Просто пробуйте. Один раз, я думаю, достаточно решить одну задачу. Дальше вы не сможете. Спасибо большое. Мы будем продолжать решать множество задач. А также информировать вас о новиночках и всемирных, известных и новых стартапах всего мира. И дальше у нас компьютерный стол для работы лежа. Як Сильвестер Сталлоне Потрапов. Зизнимальную майданчику. Одразу уликарню. Умный ремешок с дисплеем для механических часов. А также еще и викториночка, кстати. Не забывайте, потому что вы также можете от нас получать не только информацию, но еще и подарки. Будьте с нами через час. Пока!